Свеча Ну вот мы с вами и находимся в храме. Часто в храме мы хотим поставить свечку, помолиться, поблагодарить и попросить. Где же правильно ее поставить? Что такое свеча? Свеча – это бескровная жертва Богу, которая символизирует наш жизненный путь. Огонечек, который мы зажигаем – это горение нашей веры перед Господом. Как правильно ставить свечу? Можно ее зажечь от лампадки, также можно зажечь и от другой свечи. Есть такое суеверие, что нельзя зажигать от другой свечи. В словаре Ожеговой Дали, как мы можем прочитать, суеверие – это ложная вера. Мы же веруем Бога, Богу, поэтому нам ничего не страшно и в этом ничего нету опасного. Справильно зажигаем мы свечу, подпаливаем немножечко снизу, в сам бочоночек мы не капаем и ставим. Что делать, если свечка сверху не имеет фитилька, еще она вся сплошная. Мы сверху отламываем маленький кусочек и в лоточек, который под подсвечниками есть, мы бросаем в лоточек. И потом также зажигаем сверху свечечку, напомню, которая символизирует наш жизненный путь, бескровную жертву Богу. Подпаливаем снизу и ставим. После этого мы перекрещиваемся во имя Отца и Сына и Святого Духа и в знак благорения делаем маленький поклон. В храме вы можете видеть разные иконы. Ну, к примеру, мы сейчас с вами видим икону Серафима Варицкого и под иконой молитву ему. Мы читаем молитву, после того, как помолились, крестимся и ставим свечу. На разных храмах вы видите и с песком подсвечники. Мы зажигаем также свечу и ставим в песочек свечу. Перекрестившись, в знак благорения перед Господом, в благодарности. В храмах мы видим много икон. Икона Святой Блаженной Матроны, которые обращаются в помощи чадородия. Великому ученика-целителя Пантелеймона, когда мы болеем. И икона, к примеру, Николая Мерликийского чудотворца, к которому обращаются путешествующие, в темнице заключенных, в трудной жизненной ситуации. Но в первую очередь мы должны помнить, что мы обращаемся к ним, чтобы они уже стали ходатай и о нашей просьбе перед Господом. Потому что выше Господа никого нет. На некоторых иконах вы можете увидеть на веревочке, как висят кулончики, колечки, крестики золотые. Что это такое? Приносят люди в знак благодарности за услышанные молитвы тех святых, к которым они обращались за молитвенной поддержкой. В некоторых храмах мы видим детские уголки. Это маленький аналогчик с иконами Спасителя и Божьей Матери. Детский подсвечник, чтобы деточки могли поставить свечки. И саму икону Спасителя. Это Ивановское место, где ко Господу приходили дети. Но для взрослых также бывает там написанная молитва отцов и матерей о детях. В каждом храме есть одно место, где только ставят свечи за упокой и молятся о своих почивших сродниках и о всех православных христианах. Ну вот мы с вами узнали о как правильно ставить свечу, почему мы обращаемся к тому или иному святому, в каких ситуациях, можно сказать, первые шаги правильного поведения в храме. До новых встреч! С вами был Бобой священник Константин Мальцев, Молодежно-Православный Центр Уманских Благовес. Храни вас Господь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»